Мир вам, дорогие друзья! Сегодня я снова хочу поделиться размышлениями над Писанием. Сегодня так получилось, что на Братском мы разговаривали о том, как быть мотивированными на добрые дела, на жизнь, посвященную Богу. И продолжая размышлять об этом, я вспомнил текст Писания. Их два в Евангелиях записаны, я один прочитаю в Евангелии от Матфея, который записан. Это 16 стих, 16 глава, 26 стих. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Вообще, я думаю, что мы часто склонны пропускать этот стих мимо ушей и не размышлять о нем достаточно глубоко. По одной простой причине. Весь мир, это для нас невообразимо много. Мы даже не понимаем, о чем идет речь. Это просто грандиозно много. Мы говорим, весь мир, та, ну, за весь мир, не. Даже за весь мир я не променяю свою душу, Господа, свою веру. Мне не нужен весь мир. Ну и действительно, большинству из нас весь мир не нужен. Нам не нужно даже много миллиардов долларов. Вообще, мне кажется, проблема в том, чтобы остро воспринимать этот текст, именно в том, что мы не можем вмещать большие цифры и большие объемы, размеры, большие богатства, понимание его. Вот, например, многие из нас на самом деле осознают, что такое миллиард. Миллиард долларов, например. Ну, это много. Это больше, чем миллион, да? Но насколько это много? Вот в политике говорят, миллиард туда потратили, миллиард сюда. У этого 5 миллиардов, у этого 10 миллиардов долларов. Ну, мы думаем, это много, да, это много. Но насколько это много? Можем ли мы представить вообще, насколько это много? Ну, чтобы себе представлять, что такое миллиард долларов, ну, миллиард вообще, я просто посчитал миллиард секунд. Что такое миллиард секунд? миллиард секунд это чуть больше чем 31 год только вдумайтесь миллиард секунд это больше чем 31 год то есть пользуясь этой простой схемой сравнения можно посмотреть что такое миллиард долларов это если каждую секунду без сна и всяких перерывах круглосуточно мы будем тратить по одному доллару то нам понадобится тридцать один год для того чтобы потратить миллиард вы представьте себе каждую секунду тратить один доллар целый 31 год нужен чтобы потратить эти деньги это невообразимо много человеку одному столько не нужно и мы говорим да весь мир нам не нужен это очень много мы даже не представляем как это много на самом деле и миллиард нам не нужен вообще если говорить о сколько нам нужно какие цифры мы назовем ну например в месяц ну многие думаю скажут что тысячу долларов в месяц это хороший доход и этого бы хватило чтобы жить в достатке и счастлива ну думаю что где-то столько же сказала бы две три может быть пять тысяч долларов в месяц и это было бы отлично ну у нас в украине может быть в россии вот соседних странах соединенных штатах там больше эта мерка я думаю небольшое число из нас уже сказала бы 10 тысяч долларов в месяц и малое совсем число сказала бы какую-то цифру типа 50 тысяч долларов в месяц и уж совсем фантазеры сказали бы 100 тысяч долларов в месяц но почему фантазеры потому что на самом деле тратить 100 тысяч долларов в месяц это надо иметь большую фантазию мудрость чтобы придумать на что тратить эти огромные деньги поэтому это фантазер человек не понимает о чем говорит так вот своей душ своей душе вредить за весь мир мы не готовы потому что нам весь мир не нужен мы даже не рассматриваем этот вариант и как бы думаем ну раз за весь мир мы не повредим своей душе то тем более и за миллиард долларов и за меньшей сумме не мы не повредим своей душе но нас на практике оказывается по-другому но просто не понимаем о чем говорим мы вредим своей душе за гораздо гораздо меньшие суммы мы посвящаем свою жизнь погоне за деньгами за долларом за достатком сегодня братья на братском вот так вспомнили что один брат говорит сколько я сил потратил времени потратил на то чтобы купить новый холодильник а ведь ну другие братья говорят а можно было обойтись холодильником днепро 2 многих раньше были эти холодильники и у некоторых они до сих пор работают может как запасной где-то там в подвале они работают десятилетиями и я не выполняю свою функцию вполне исправно и можно было не портить свое здоровье много дней или месяцев даже труда на то чтобы приобрести то что в общем то не обязательно а ведь можно было уделить время своей душе и хорошо когда мы это осознаем но осознаем еще до того как потратили все до последней минуты самое ценное что нам бог дает это время и на что мы его тратим когда я в этом задумываюсь я ужасаюсь потому что свое время я не трачу на то чтобы приобретать вечное сокровище а господь нас призывает именно к этому и у меня стоит большой именно вопрос как научиться так числе одни чтобы приобрести сердце мудрое чтобы приобретать сокровища небесные нетленные чтобы не вредить своей душе в погоне за временным тленным пусть поможет нам этом бог их коснется наших сердец чтобы наша жизнь преобразилась и мы могли тратить свою жизнь действительно на ценные вещи на то что нетленно на то что вечно на то что божье аминь спасибо вам друзья что были со мной всего хорошего с богом